В середине февраля девятиклассники будут проходить итоговое собеседование по русскому языку. Его положительная оценка – это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации. Для того, чтобы помочь старшеклассникам подготовиться и снять психологическую напряженность, первыми испытания прошли их родители. Как это происходило, смотрите в следующем материале выпуска. Краевая акция «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» проводится второй год подряд. Ее цель – дать возможность родителям девятиклассников пройти все этапы собеседования, увидеть, как устроен процесс изнутри, получить рекомендации специалистов по исправлению допущенных ошибок. Полученные знания и опыт они смогут передать своим детям, и тем самым лучше подготовить их к предстоящему испытанию. Я пришла на эту акцию, чтобы понять, как происходит экзамен, потому что это скоро предстоит моему ребенку. В школе идет активная подготовка детей к этому экзамену. И мне самой стало интересно, как же все это происходит. И чтобы рассказать другим родителям и в чем-то помочь своему ребенку. У меня уже будет опыт прохождения такого экзамена, может быть, я что-то смогу подсказать и ей. Итоговое собеседование для родителей проходило с соблюдением всех требований. Так же, как и для девятиклассников, состоялась организационная линейка, где еще раз объяснили процедуру проведения собеседования. На пункте присутствовали специалисты оценки качества, наблюдатели, дежурили медики. С какой целью проводится эта акция? Конечно же, для того, чтобы снять социальную, психологическую напряженность как родителей, так и выпускников девятых классов. Ведь выпускникам девятых классов очень скоро, 12 февраля, предстоит пройти первое испытание государственной итоговой аттестации. Это итоговое собеседование по русскому языку. А оно является допуском. Для того, чтобы пройти итоговое собеседование, надо не только знать грамматику, правила русского языка, но нужно еще как бы и расширять свой кругозор, чтобы высказывать свое мнение по тем темам, которые они для себя выберут. Собеседование включает несколько заданий – чтение текста, пересказ, ответы на вопросы и диалог с собеседником, в роли которого выступит учитель другого предмета, прошедший специальную подготовку, и способный разговорить ученика. Оценивающим экспертом станет учитель русского языка, прошедший специальное обучение, который преподает в школе, но для других классов. Для получения допуска к итоговой аттестации девятикласснику необходимо получить зачет. В случае отрицательного результата школьнику будет предоставлена возможность пройти собеседование повторно. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».